Так, нам нужны 2x4, какие-нибудь небольшие. Так, это размер 2x4. 4x4. Окей. Клади тележку. Так, сейчас ищем кусок гипсокартона. Сегодня у нас обучающая серия. Будем с Александром тренироваться, делать базовые элементы. Финт ушами, сальто сбок, такие вещи всякие, чтобы потом, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Сегодня мы будем делать угол, ну просто имитировать угол стены из древесины. Соберем сначала фрейм, прилепим гипсокартон к нему, швы замажем, установим розетку, сымитируем установку розетки. Бейсборд можно будет поставить. Основные такие самые популярные вещи, с которыми мы сталкиваемся в работе. Вот смотри, это вид сверху, это вид сбоку. Примерно понимаешь? Я вообще все понимаю. Ну вот эту штуку ты ставишь туда дополнительно, чтобы можно было обшивать с этой стороны гипроком. Ну я посадил каркасный дом сам строю. Ну вот. Сливой. Вот. То есть она много функций выполняет, например, соединение в этом направлении и в том числе вот этот. В принципе, разрешено для ненесущих стен в каких-то случаях использовать специальную штучку такую для того, чтобы гипсокартон стыковать. Да. Ну а это такое как бы. Это по-мексикански. Я понял. Есть другие способы делать углы, более прочные. Для структурных деталей вообще есть принципиально другой способ. Вот. Но мы делаем пока вот так. Значит, вот здесь должно быть 16. Вот здесь должно быть 16. А здесь делай 8. То есть получается, смотри, горизонтально это bottom plate, bottom, типа нижняя. Top plate, верхняя. Это стадо. Тык, 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 тык. Это все стадо. Вот. Соответственно, твоя задача сделать вот такой угол, соединить его. Здесь должен образом, по мере возникновения вопросов, я здесь все время буду. Еще нюанс. Ну, по высоте. Чтобы легкая жизнь тебе не казалась, отрезаешь сколько-нибудь. Ну, чтобы подровнять, да? Нет. Ну, чтобы подровнять. Они все ровные. Твоя задача сделать так, чтобы каждую из стад тебе нужно было отпиливать под размер. Соответственно, первая отпиливаешь сколько-нибудь. Дальше ты обязан будешь каждую подпиливать. Так, мне тогда нужна рулетка, карандаш, угольник, пила циркулярная. Так, сейчас все будет. Тебе еще нужны saw horse. Это кто такие? Здесь написано open first, open second. И там они выдвигаются. Так, мы будем считать, что это условно ровная часть? Если нет, то мы ее подравливаем в одну. Будем считать, что ровная? Угольник где-то есть? Проверить. Все пошло? Практически. Это считается ровно. Сколько мы имеем здесь? Здесь мы имеем 48. И как ты это будешь делать? Слушай, ну, вообще надо ставить пешок, соединять. Ну, как бы я сделал. А так, если соединять, надо просто, чтобы у них не сходились, да, места соединения. Один должен быть там, с одной стороны, с другой стороны. Ну, да. Если вот, например, bottom plate и top plate, то ты делаешь их offset. И внизу, наверное, надо есть какое-то расстояние там поставить и соединить нижнюю часть. Ну, это я так думаю. У нас должно быть 54, ты сказал? Да, должно быть 54, а она у нас. А сколько у нас? 8. 6 не хватает, да? Ну, сделай так тогда. Сколько останется, да, получается? Да. То есть мы здесь вот тогда нижнюю верху не пилим? Не пилим. Слишком много хлопот, а то с этим кусочком. А я сейчас где эти балки потом будем ставить? Предлагаю отмечать центры. А мы же эти сейчас будем ставить балки. Будет нам удобнее так ставить, нет? То есть вот мы сейчас… Ну, ты знаешь, где центр просто ставишь центр. Ага. Короче, вот полтора получается, да? И мы тогда… Нам нужно центр отсюда, это вот так. Вот. И тогда вот отсюда мы отмечаем 16, правильно? Ага. Так, дальше наберем, ну, раз, два, три, четыре стойки. Нужно… Секунду. Секунду. Дай-ка маркер, чтобы слишком жизненно у тебя не казалось. Ага. Вот так вот. Какой это размер, скажи мне? Так, это 46 и… Вот это квота, да? А это четверть? Квотер – это и есть четверть. Вот это половина. Ага. Это half, quarter. Это пол-квота. Вот это вот? Ага. И одна восьмая. Одна восьмая. Значит, сколько здесь? Вот 46 и сколько? Ну, смотри, вот это квотер. Оно одной восьмой не хватает. Я понял. Не хватает одной восьмой. Так, значит, сколько? Какое число у нас здесь, размер? Семь восьмых. Что семь восьмых? Ну? Ну, что семь восьмых? А вот семь восьмых пинча? Ну, это же не полное название длины всей. Угу. Сколько? Вся длина вот от того края… Сорок шесть и семь восьмых. Да. Напиши сюда. Нормально. Соединяешь по краям, а средний будем вставлять после как соединишь. Еще нюанс. Если ты решил сверлить вот сюда, то он не получится. Потому что мы считаем, что это наша сегодня, что это наша bottom plate и у тебя нет доступа к ней. Угу. То есть ты вот так к нижнему этажу, к subfloor, к предыдущему полу прессовачил ее и все, у тебя нет доступа сюда? Я помню. Ну, у меня тогда предложение только вот отсюда сверлить. Сюда. А ты сюда не хочешь? Сюда? Сюда? Я думаю, что она туда, по-моему, двинется, когда мы ее будем затягивать. Но она стянет ее и она немножко так уйдет. Делай тогда, как считаешь, нужно. Спасибо. Ну, спасибо. Все. Сейчас мы ее поднимаем и больше не кладем. Уберем следующую, правильно? Да. Так, у меня села батарейка. Вот. Но Александр размер соблел отлично. Она прям так аккуратненько, тесненько, не слишком жиденько, но не слишком тяжело зашла куда положено. Так, вот здесь, если у тебя это расстание тоже указано от середины, вот это, да? От центра. Значит, здесь нам нужно добавить... Сколько останется? Ну, для восьмерки. Полтора должны добавить. Да. Все. Тогда что-нибудь. Я, знаешь, что я хочу предложить? Она у нас всего 48. Давай мы там сделаем, может быть, не 8, а чуть меньше, но зато у нас она будет по 24, мы ее распилим пополам, и у нас палка всегда свободна, те останутся чуть-чуть. Ну, я вижу, попилить. Как ты хочешь сделать, не понял. Ну, у нас сейчас надо там сделать 25 с половиной, чтобы сделать по твоим размерам. Хорошо, 24 сделай. Вот, сделаем 24, у нас просто будет 16, и не восьте. Конечно. Конечно. Это я не из-за того, чтобы мне отпилить деньги? Да я прекрасно понимаю. Погодится. Погодится. Это хорошее решение было. Терпеть не могу чрезмерное использование материалов. А можно было вот сейчас, секунду, вот так подставить и отчертить? Не, можно и так. Но вот единственное, что здесь она может уйти, да? Ну, смотри, я просто спросил. Это на то, и смотри. Не, ну, Миш, в зависимости от того, как бы что мы строим. Если мы строим стену под гипсокартон, если мы вот так отпиливаем, вот так, да, у нас будет, возможно, какая-то там небольшая разница, но она не будет столь существенна, что у нас ведет настолько это самое. Хорошо. Сделай наилучший вариант. Это все-таки учеба. Сделай наилучший, как можешь, короче. Хорошо. Короче, если бы это была какая-нибудь рама для картины, тогда так нельзя было. Тогда так не надо было делать. Так, заметочка для наших зрителей. Дело в том, что одна упаковка древесины оказалась короче. Все четыре, или сколько, пять кусков оказались на четверть. И ничего короче положенного. При покупке не заметили. И сейчас выходим из положения. То есть к bottom plate будем присобачивать фанеру и укорачивать все доски, все вертикальные стады. в итоге с фанера даст нам нужное расстояние. Присобачь ее двумя саморезами. Sohorse. Чтобы она не двигалась и спокойненько ты на расслабоне пилил. Здесь параметр отмечен примерно. Вот этот тубай означает вот эту доску. Здесь толщина дальше идет. Здесь три четверти. Ну вот, а здесь есть отметка в три четверти. Слушай, не 47, а 46 наверно, да? 46,7,8. Это я тупом. Я не заметил. Я что-то сказал 47. Так что все у нас нормально застой. Мы проделали личную работу. Ну, оставляем так или будем откручивать? Нет. Ты уже приделал фанеру, потратил время. Усложнил себе задачу, да? Поэтому... Довольно 46. Я что-то сказал там стверка большая. Я думал, что... Сейчас ты делаешь две, а одну впиливаешь потом. Значит, фанеру на bottom plate вставить было нельзя, потому что... Ну, потому что нет такого прям супер нельзя. Но порядок такой, что к полу должно прижиматься то, что должно. То, что ты внутри стены накосячил, это такое. Ну, bar and plate должна быть. Если на бетон, это специальное дерево, которое там... Pressure treated называется. Обработанное от гниения. Так, все терпили вот сюда две, да? Это элемент вот этой стены. Твоя задача притянуть его сначала сюда, а потом туда. Хорошо. Хорошо. Так, Миша, смотри. Я не знаю, как у вас. У нас шаг, по-моему, 25 сантиметров. Ну, мы так часто, наверное, не будем сейчас, да, крепить, чтобы... Ну, нет, делать давай как положено. Шаг определяется чертежами. Вот. А в отсутствии чертежей просто common sense. Типа, здравый смысл. А что произошло? Он сломает дверь дипроп, он потреснул немножко. А не хотел заходить вообще саморез. Прям не ровно, значит, а не деревяшка. Слушай, ну вот лежит он вроде бы вообще идеально. Ну, я имею в виду, что твердость древесины никак не связана с тем, что появилась эта трещина. Мне кажется, что он просто как бы, когда пошел, не хотел в нее вкручиваться, он ее начал поднимать, она треснула. А потом он раз, обратно ушел. Ну, то есть, если бы он сразу стал закручивать деревяшку, ну, понимаешь, да, то есть, он дошел, а здесь на резьбе держался гипсокартон, он начал его оттягивать. Возможно. Сейчас я буду просто здесь прижимать, может быть, будет лучше. Я посмотрел, значит, стандартная процедура с саморезами 16 inch in center на стену, 12 на потолок. Но в нашем случае нормально так. Ну, как ты делаешь? Три. Я когда вот с гипсокартоном работал, они говорили, что надо, чтобы между гипсокартоном было расстояние, чтобы туда залезал… Гипс? или гипс, он таким образом лучше сцепляется. Это технология с тех времен, когда сетку не использовали. Возможно, тогда это имело смысл, тогда это уменьшало вероятность появления трещины. Я не вижу, как это сейчас поможет существенно. Даже то, что мы делаем, это такое. Если бы, например, тебя бы устроил вариант побольше гипса навалить, можно было бы не расшивать. Смотри, премиум вуд и этот не премиум. Этот дольше рос. Это специально выручено, что ли? Не знаю. Ну, то есть кольцо, этот же год. Этот вообще, вон, сезунок. Вот это другая древесина, которая растет быстрее. По идее. Наверное. Так, ну вот, ребята, мы, значит, сегодня собрали две панели, сымитировали угол стены, сымитировали большое количество листов драйвола, что, в общем, обычно, конечно, столько не будет. На такой площади это просто один кусок. Но тяжело в учении, легко в бою. Дальше мы, значит, будем здесь устанавливать телевизор, будем делать розетку, будем делать ремонт гипсокартона, тренировать. Все на этом поиздеваемся, короче. Так, вот у нас продолжение интернатуры. Сетку прилепили. Сейчас будем швы замазывать. Так, очередной какой-то день работы нашего интерна номер 7. Тренируемся и полезные вещи делаем. Что-то там происходит интересное. Александр сделал розетку. Розетку типа ремоделинг. Называется розетка с помощью коробки, которая ставится и крепится к гипсокартону. Для того, чтобы широту опыта увеличить, мы сделали три коробки, которые считаются как новые. Ну, то есть, new construction, которые крепятся в стадо и делаются до гипсокартона. Соответственно, таким образом мы покроем, ну, когда все закончится, покроем прям большой пласт строительного хандименского процесса. Ну, тут же, смотрите, и шпаклевка, и шкурка, и покраска, и заделывание дырок. То есть, чтобы здесь провести проводку, здесь уже гипсокартон был. Это была такая задача, чтобы Александр сделал проводку как будто вновь. То есть, соответственно, он вырезал здесь гипсокартон. Хвалю тебя. Спасибо. Вот, вырезал гипсокартон, через это отверстие пропиливал дырку в стаде, потом дополнительную дырку через это отверстие. Все как натурально. То есть, мы заранее договорились, что вот эта стенка, ну, к этой стене, как бы, доступа нет. Вот, и все, сработало. Ну, а дальше вот. Значит, здесь специально я ему дал задачу, чтобы он познакомился с nail plates. То есть, отверстие должно находиться, край отверстия, минимум 1.25 от края стада. Если это меньше, то нужно обязательно nail plates, чтобы когда туда что-то заворачивать, чтобы не пробить провод. Такая картина. А через это мы все запитаем чуть позже. Так, а что ты сегодня делаешь? Сегодня я делаю ящик для кофемашины. Выглядит шикарно. Как красота. Смотрите-ка. Что, пробуем? Вот, товарищ, очки. У одного на голове у меня нет нарушения на каждом шагу просто. Сделай, наверное, ее. Ага. Да, чтобы стык сверху был чуть поменьше. Ну, то есть, в общем. Что-то поменьше, а сверху, чтобы она могла отстать у нас здесь, если что. Посмотрите, зазоры какие. Офигенно. И музыка должна заиграть. Так, ладно, краешки теперь на шкурь. Красоту. Можно взять какой-нибудь магнитик вот эти, чтобы он здесь щелкнул, так, защелкнул, особенно в этом месте. Угу. Да, она просто неровная. Чем не сделаешь с этим. Проблема больше не в том, не в ровности, а в том, что она герметичности тут не будет. Чтобы пыль не летела, надо что-то придумать. Магнитик мощный должен, наверное, быть. Так, барабанная дробь. Шикарно. Как улей. Все отлично зашла. У нас еще уже будет здесь подставка с выдвижными ящичками для кофе этих штук, да. Что, попробуем? Терри все будет утро начинаться с кофе. Если кто-то задает вопросом, почему в ящике, дело в том, что мы тут постоянно что-то делаем, и постоянно пыль летит во все щели, со всех щелей. В закрытом виде она хотя бы будет меньше засираться. Ну окей. Так, ну давайте, допустим, эспрессо сделаем. А? Просто, не знаю. Это, наверное, из таких кофе-машин профессиональных, он прям течет как нефть. Он вкусный, как бы, и черный. Реально черный. Ну как сказать. После вещи, если струйка была бы, может быть, толще, тебе бы казалось бы, что темнее. А так она тонкая, и ты просвет ее видишь, но не кажется она черной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова